Слепым родился, на что тут говорить? Я должен буду с этим жить, слепым родился и слепым умру. Ну а как себе я помогу? С семьей в Иерусалиме жили. И на служение в храм ходили. О красоте я храма слышал много раз, но красоты не видел, я без глаз. Меня слепорожденным называли, а чувства будто обзывали. Все говорили, грешен я, отец и мать, короче, вся семья. Ну а когда успел я согрешить, уговорившись, я хотел спросить. Ну я уже рожден слепым, ну нельзя же быть таким тупым. В утробе я не мог грешить, ну как такое говорить? Все обвиняли отца и мать. А могла бы такого не рожать? Я слышал, мама плачет по ночам, А как помочь, не знал я сам. Меня садили возле храма, туда водила меня мама. А плохие мысли гнал я прочь. А толку? Перед взором ночь, другого цвета я не знал, сплошная ночь. Вот где кошмар, ложился спать, было темно, просыпался. Все дно, ну не вижу я, слепым родился. Не жил я жизнью, а томился. В один из дней мне стало ясно, что на земле живу напрасно. Родители ходили в синагогу, а я все время обращался к Богу. Спросил у Бога, а можешь мне помочь? Ну устал я видеть, только ночь. Ну приди ко мне хоть на мгновение. Ну пусть вернется ко мне зрение. В один из дней сидел у храма, оставил у меня там мама. Субботний день, день, говорят, покоя. Покоя? А что это такое? Вдруг слышу шум, толпа проходит мимо, идут по улицам Иерусалима. И в толпе я слышу разговор, который помню до сих пор. Иисус какой-то в храме спорил, и там смятение устроил. Сказал, помните, я старше Авраама. Такая в храме разыгралась драма. Я помню, что была суббота, оставлена должна быть всякая работа. А здесь смятение, шум, разговоры, цитаты кто-то приводил из Туры. Я замер, волноваться стал. А где мама? Я уже устал. Мне одному же до дома не добраться. Где мама? Стал я волноваться. И чувствую, вот так человек остановился. Я машинально отклонился, но не мешать, ведь я слепой. Не знал тогда, кто это такой. Кто согрешил? Вдруг слышу я вопрос. На ответ на него Иисус Христос. А, значит, звать его Иисус. И слышу я ответ, Иисус. Не согрешил ни он, ни мать. Рожден слепым, чтобы показать, что я пришел дела отца творить. Слепого парня надо исцелить. И что происходит? Что он говорит? Кого сегодня надо исцелить? Вдруг чувствую, вот так рука меня берет, и ща-то сила говоришь ему ведет. И я вздрогнул, словно лист осенний. Не мог принять под решение, что опять подчиниться. Ну, угораздило слепым родиться. Я подошел, уже не будет хуже. Ведь жизнь моя, подобно лужи. Ну, проходят мимо все, боятся замараться на уровень, чтоб мой не опускаться. Соседи так со мной не говорили, как выгляжу, они уже забыли. А тут внимание выпало на долю. Собрал в кулак всю свою волю. Послушался. Да нет, нет, наверное, подчинился. Я рядом с Иисусом очутился. Как звать меня, он даже не спросил. А я ему свою волю подчинил. Потом он, вы извините, он плюнул. Грязь перемешал и незначай как бы сказал, иди в купальню Силамы, возвращайся снова к нам. Глаза помазал этим бреньем. Сказал, иди за исцелением. Я не роптал, но поверил Богу и встал на Силамскую дорогу. Ну, в купель меня, конечно, проводили те люди, что со Христом ходили. Туда дорогу не нашел. Я с ними в Силам пришел. Глаза протер. С лица смывают бренья. И чувствую, ко мне вернуло зрение. Не знал тогда, что это исцеление. В субботний день ко мне вернуло зрение. Я обнимал стоящих рядом. Главой вертел, обращался глядом. Ну, не знал тогда, что это исцеление. Что в субботний день ко мне вернуло зрение. А к Иисусу сразу не вернулся. На голос фарисея обернулся. Э, ты тот, кто рожден слепым, или в глаза пускаешь дым. Как ты прозрел, и кто глаза открыл, другой еврей меня спросил. Да. Ну, Иисус коснулся, сделал бренья, отправил Силам, вернуло зрение. Он не поверил. Но фарисеи тоже. На правду это не похоже. Давайте спросим лучше мать. Она же не будет точно врать. Спросили у мамы. А чей я сын? И правда ли рожден слепым? Ну, сын он наш. Да, слепым родился. Не знаем, как он исцелился. Он совершенно не так. Но его спросите. А нас не трожьте, отпустите. Он лучше знает, как вернулось бренья. И кто из грязи сделал бренья. Меня позвали словно в храм. Спросили про купальню Силам. Кто в тебя пленул? Кто прозрел? Как прозрел, я смело им в глаза смотрел. Его зовут Иисус. Он сделал бренья. Отправил Силам и вернулось зрение. Нельзя в субботу исцелять. Это закон. Покайся лучше грешником. О, я не знаю, что вам фарисеи говорить. Да не может грешник дел таких творить. Не видели люди такого от века слепорожденного, чтоб исцелил человека. Я говорил, что слепым родился все эти годы. Я томился, хотел прозреть. Хотел был зрячим, а не посмешищем ходячим. Иисус Христос глаза открыл. Я вам об этом говорил. А вы про Моисея мне твердите. Хороших дел в субботу не творите. Да пророка верим Моисея, такого же, как мы, евреи. А кто такой Иисус Христос? Отвечаем на наш вопрос. Иисус Христос открыл глаза. И этот факт сокрыть нельзя. Я благодарен за то бренье, что ко мне вернулось зрение. Они сказали, во грехе рожден, учить нас думал. Выдим он. Но мне стало больно от их слов. Так больно, что кипела кровь. Да, было грустно. Прослезился. Никто не верит, что я исцелился. И тут подходит человек. Как будто мы знакомы целый век. И голосом знакомым говорит. Я знаю, что душа твоя болит. Ты хочешь сына Божия узнать? Ну а кто он, Господь, и где ему искать? И видишь ты его, он говорит с тобой. По милости его ты больше не слепой. Хочу, Господь, тебя я ближе знать. И жизнь хочу свою тебе дать. Глаза ты мне открыл в унынии и помог. Хочу служить тебе, мой царь и Бог. Мы долго с Иисусом говорили. А друзья его все время торопили. Нам нужно уходить за Иордан, сказал его сподвижник Аан. Из них он самый молодой. А мне сказал, мы встретимся с тобой. Не забывай про исцеление. Говорит, я думаю, не сможешь этот день забыть. После того, как исцелился, я очень с учеками подружился. Я помню, день Пятидесятницы настал. Иисус об этом наставлял. Приедет утешитель другой, а он говорил про Дух Святой. Мы в комнате просторно находились. И вдруг языки всем явились. На каждого тогда язык почил. Фома там что-то бегал, говорил. А люди говорят, да они вина напились. А мы в огне его крестились. Халлилуйя. Я видел, люди изумлялись. А мы в любви его купались. Встал Петр. И Аиля вспомнил. И всем пророчество напомнил. Охота слушали. Крестились. В тот день к нам три тысячи попросились. Нельзя мне Пятидесятницу забыть. А ты должен это пережить. С тех пор прошло много лет. А я храню с Христом завет. По-прежнему живу в Иерусалиме. И часто вспоминаю встречи с ними. Иисус ушел к Отцу. Оставил тело. Чтоб на земле Его творили дело. Вот для этого и нужен Дух Святой. Нельзя нам оскорблять Его с тобой. Я помню, в карантин мы собирались по домам. Читали письма, что писал нам Иоанн. Писал он на служение Христа. Указывал в письме знакомые места. И пишет он про исцеление, как плюнул Иисус и сделал бренье. И люди поняли, он про меня писал. Ведь я же всем уже рассказал. Я снова вспомнил жизнь без света. По воле Божьей было и это. Все поняли, что это не обман. Своей рукой пишет Иоанн, что я действительно слепой. Родился, а по воле Божьей исцелился. Сегодня говорят все про успех. О том, что Бог не призывает всех. И если ты больной, не процветаешь, то зря о вечности мечтаешь. А мне больно слышать. А как понять? Я же точно всем могу сказать. По воле Его я родился слепым. Мне это сказал сам Божий Сын. Мой друг, может ты сегодня страдаешь. Вникай в себя, на что уповаешь. Богатство пройдет, ты постареешь. А на милость его уповать не увеешь. А вдруг заболеешь. А вот всего, что ты не знаешь, а может по воле и Господне страдаешь. Порой я слышу, болеть нельзя. Такое говорили Ио, друзья. А как быть мне? Ну я же был больной. Да и богатым не был. Но теперь живой. Все люди хотят получить исцеление. А болеть не хотят. Не хватает терпения. Но так не бывает, дорогие друзья. Если не болеешь, исцелиться нельзя. Придзором его тают горы. Ему подвластны все просторы. Вселенная трепещет перед ним. А мы его с тобой благодарим. Вопрос звучит. Нет ответа. А если спросит Бог за это? Мы забываем Библию читать, а упражняемся с друг другом, как Бога называть. Не страха перед тем, кто землю сотворил. И ставим под сомнение, что он говорил. Порой с кофе молимся. Колени не склоняем. До служения таким лишь воздух сотрясаем. Давайте вернемся к вере с делами. И слову его доверимся с вами. Как написано, так и будем строить. И с Богом могли, чтоб меньше мы спорить. Я понял одно. Мы пред Богом в ответе, как годы прожили своим и на свете. Как верили Богу. А мы же троптали, когда испытания в жизни встречали. Хочешь, чтоб Бог тебя в жизни нашел и лично при всех к тебе подошел? Покайся, мой друг. Исповедуй Христа. И чаще склоняйся у подножья креста. Давайте служить Господу Богу. На верную станем с вами дорогу. По этой дороге пройдет Иисус. Пусть чаще хвала слетает из уст. Аминь.